Качество оказания медицинской помощи в государственных медучреждениях ежегодно контролируется Амурским Минздравом. Причем здесь работает система двойного контроля. Кроме ведомственных проверок, есть и проверки общественные. Конечно, первые и самые главные. Специалисты Минздрава проверяют все. От документов до условий хранения лекарств и состояния оборудования. Проверкам подвергаются ведомственные больницы, поликлиники, станции скорой помощи, диспансеры и прочие учреждения, оказывающие медицинскую помощь. Всего их 46. Это хирургия, неврология, стоматология, скорая медицинская помощь, терапия, педиатрия и так далее. Более 60 порядков уже в федерации утверждено. И реализацию исполнения данных порядков, то есть это этапы оказания медицинской помощи, это наша, проследить, как их реализовывать, это наша первоочередная задача. Ведомственная проверка длится 20 дней. Еще настолько же ее можно продлить. Но есть еще один механизм контроля. При Минздраве существует общественный совет, попасть туда можно только через общественную палату области. В него входят в том числе и бывшие медики. Рабочие группы проверяют те сферы, с которыми пациент сталкивается напрямую. От оснащенности учреждений медтехникой до того, насколько вежливо с пациентами разговаривают медработники. Сегодня в Амурском Минздраве прошло заседание, на котором общественники рассказали об итогах своей работы. Так, среди прочих, с лучшей стороны проверяющие отметили Институт патологии дыхания. В этом учреждении поступает пациент, да, и в течение двух часов, если пульмонолог читает, что да, действительно необходима его госпитализация, лабораторная служба выдает анализы, конечно. Очень быстро. И чиновники, и общественники работают совместно. К сведению принимаются плюсы и минусы, и по итогам проверок выносятся соответствующие решения, вплоть до дисциплинарных взысканий. Такая работа позволяет определить среди ведомственных медучреждений лидеров и тех, на кого стоит обратить особое внимание. Конечная цель проверок – качественное оказание медицинской помощи амурчанам. Антон Сильвони, Кирилл Захаров. Альфа-Новости.